Первого законно избранного государя был занесен меч. Тогда могло рухнуть все. Государственная власть, христианская вера, национальная независимость. Ведь государство живо, пока жив царь. Четыре века назад жизнь Михаила Романова, а значит и будущее страны, спас Костромской крестьянин по имени Иван Сусанин. Но так ли было на самом деле? О подвиге Сусанина написано во всех школьных учебниках. Но прямых доказательств этому нет. До наших дней не сохранилось никаких документов, которые могли бы подтвердить, что народный герой действительно существовал. Ведь его имя и подвиг жили лишь в народных сказаниях. Совсем недавно были обнаружены захоронения дочери и других потомков Ивана Сусанина. На этом месте установили ограду и каменные могильные плиты. И тем не менее, личность их героического предка пока так и остается загадкой. Вот уже почти четыре века вокруг имени народного героя Ивана Сусанина ходят легенды. Споры о его личности не утихают до сих пор. Есть и такие убеждения, что Сусанин миф, а история о его подвиге – сказка. Вот уже два года костромские археологи ищут останки Ивана Сусанина. В прошлом году в деревне Юсупово Костромской области Сусанинского района было скрыто 76 погребений. Ученые подошли, наконец, к разгадке тайны, над решением которой историки бились не одну сотню лет. По преданиям, именно в эти болотистые места в 1613 году Иван Сусанин завел отряд польской армии, спасая тем самым жизнь царя Михаила Федоровича Романова. Чтобы узнать, в чем состоял подвиг Сусанина, мы отправились в Костромскую губернию, где в одной из деревень жил Иван Сусанин. Из-за недостатка архивных материалов до сих пор неизвестно точного места ни его гибели, ни его захоронения. В летописях и других письменных источниках 17 века о народном герое почти ничего не говорилось. Но легенды о Сусанине существовали и передавались из поколения в поколение. Мы в селе Сусанино. Правда, раньше оно называлось Моловитино. Это еще один миф, связанный с именем Героя. Оказалось, что никакого отношения к подвигу Сусанина оно не имеет. Его назвали так просто потому, что среди ближайших сел и деревень оно самое крупное. Здесь открыли музей подвиг Сусанина. И из этого села начинается маршрут для туристов. Наш маршрут. Мы начинаем с осмотра эксказиции с водного времени. Для того, чтобы разобраться, где правда, а где миф, мы попытаемся восстановить ход событий 1613 года. В истории России это время известно под названием Смутного. После смерти в 1605 году Бориса Годунова за московский престол началась непрерывная и жестокая борьба. Внутренними противоречиями воспользовался польский король Сигизмунд. В страну вошли польско-литовские войска. Власть переходила от самозванца к самозванцу. Одному из них в конце 1608 года даже присягнули 22 русских города. Началась открытая интервенция. Через два года московские бояре подписали договор о признании русским царем сына польского короля Сигизмунда, королевича Владислава. Шайки разбойников наводнили русскую землю. Поляки осаждали города, жгли деревни, угоняли скот. В стране начался холод и разруха. Чтобы избежать катастрофы, присягнули бояре сыну польского короля Владиславу и решили сдать интервентам Москву. Тайком впустили они польские отряды в столицу. Поляки захватили Кремль. Тогда, в 1612 году, могла прерваться история России. Стране угрожала потеря государственной независимости. На защиту отечества поднялся народ. Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин собрали ополчение и двинулись к Москве. В конце лета 1612 года столица от поляков была освобождена. Но встал вопрос о власти. Нужен был новый государь. Законно избранный. Вокруг которого могла объединиться Русь. После освобождения Москвы были разосланы грамоты о созыве Земского собора, который должен был избрать нового государя. Собор состоялся в январе 1613 года. После долгих споров сошлись на кандидатуре 16-летнего Михаила Федоровича Романова. Во-первых, молодой Михаил Романов был единственный, кто мог по праву претендовать на российский престол после Ивана Грозного и династии Рюриковичей. Во-вторых, и это самое главное, избрание на царство Михаила Федоровича было своего рода компромиссом, который мирил враждующие боярские кланы. Дело теперь оставалось только за согласием самого Михаила Романова. Известно, что после освобождения Москвы он с матерью уехал в свою родовую в отчину. 2 марта 1613 года было решено отправить к нему посольство в Кострому или где он государь будет. Весть о том, что Михаил Романов избран царем, рушила планы польского короля. По приказу Сигизмунда на поиски Романова были посланы несколько вооруженных отрядов. Поляки должны были найти молодого Романова, иначе все их попытки захватить русский престол были бы напрасны. Но поляки не знали, где искать Романова. Где же он находился? Ясности в этом вопросе нет до сих пор. Известный историк 19 века Николай Иванович Костомаров в своей работе «Иван Сусанин. Исторические исследования» пишет, что в начале 1613 года Михаил Романов жил со своей матерью, Иннокеней Марфой Ивановной, в укрепленном мощными стенами Ипатевском монастыре. Основанный в начале 14 века Ипатевский монастырь быстро стал мощной крепостью на подступах к Костроме. Его каменные стены имели протяженность 518 метров, их толщина доходила до полутора метров, а высота до семи. Да, в монастыре с такими мощными стенами можно было надежно укрыться от поляков. Сюда же, к Михаилу Федоровичу Романову, и прибыло посольство из Москвы с избирательной грамотой. Из летописных источников известно, что именно в Ипатевском монастыре послы били челом Михаилу и молили принять царство. Молодой Романов долго отказывался, но в конце концов, поддавшись уговорам матери, принял посох от архиепископа, допустил всех к руке и сказал, что скоро поедет в Москву. Тогда получается, что подвиг Ивана Сусанина вымысел, и царя спасли стены Ипатевского монастыря. Но предание гласит, что Михаил Романов находился не в Ипатевском монастыре, а в селе Домнино, которое входило в его родовую вотчину. Этот факт доказывает грамота 1613 года. В ней, прямо говорится, когда Михаил Федорович был освобожден со своей матерью из польского плена, они сразу же уехали в свои костромские поместья и жили под Костромой. В вотчину Романовых входило несколько деревень. Самое большое – село Домнино, старостой которого, по легенде, был Сусанин. Там же находилась и Боярская усадьба. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Домнино. Памятная доска внутри церкви напоминает о том, что раньше здесь стоял дом Ксении Ивановны VI, матери Михаила Федоровича Романова. Михаил Романов находился именно здесь, в Домнино. Значит, сюда и нужно было добраться польскому отряду. Но сделать это в марте, когда еще не сошел снег, невероятно сложно. Некоторые историки сомневались, что поляки могли дойти до этих мест. Николай Иванович Костомаров стремился доказать, что присутствие польско-литовского отряда близ села Домнино известными источниками не подтверждается. Историк видел в Сусанине лишь одну из жертв погибших от разбойников в смутное время. Надо заметить, что серьезных археологических изысканий в районе Водчина Романовых не проводилось. И только находки последнего времени позволяют опровергнуть это предположение. То, что в наших местах в начале 17 века действовали польско-литовские отряды, подтверждает нам подлинная сабля польского воина 17 века, которая была найдена в деревне Ивашево, недалеко от того места, куда завел отряд интервентов Иван Сусанин. Эту саблю мы возили к специалисту в Москву, который подтвердили, что она является польской и датируется 17 веком. Значит, угроза жизни царю все-таки была. Узнав, что Романов скрывается в Домнино, полякам необходимо было туда добраться, а для этого им нужен был проводник. Им и стал по преданию доверенный человек Романовых Иван Сусанин. Он завел польский отряд в непроходимые леса и погиб вместе с ними. До нашего времени сохранился единственный письменный источник, который косвенно подтверждает подвиг Сусанина. Это жалованная грамота царя Михаила Федоровича, дарованная зятю Сусанина Богдану Сабинину в 1619 году. В этой грамоте царь Михаил закреплял за семейством землю, где они жили, полдеревни-деревеньки, и освобождалось семейство от всяких налогов, от повинностей государственных и тому подобное. В грамоте говорилось, за то, что ведая про нас, терпел пытки невыносимые, но про нас не сказал, и за то польскими и литовскими людьми был замучен до смерти. Николай Иванович Костомаров подвергает сомнению подлинность содержания жалованной грамоты 1619 года на том основании, что принята она была почти через 6 лет после смерти Сусанина. Появление этого документа историк связывает с обманом зятя Сусанина Богдана Сабинина, который просто выдумал, что тестя замучили за царя и выпросил обеленную грамоту. Но вряд ли это было так. Ведь земельные и другие привилегии, закрепленные в грамоте, сам Михаил Романов подтвердил еще дважды. И тем не менее, почти два столетия спасителя царя в Сусанине многие не видели. Интерес к его личности появился лишь в 19 веке. Впервые подвиг героя воспел в 1837 году Михаил Глинка в своей опере «Жизнь за царя». Вскоре в Костроме был открыт памятник царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину. Но простоял он недолго. После октября 17-го по декрету Совнаркома памятник, впрочем, как и многие другие, отправили в переплавку. С этого времени имя народного героя почти на 20 лет исчезло со страниц учебников истории и с оперной сцены. Вновь о Сусанине заговорили лишь в 1939 году. На сцене Большого театра возобновили оперу. Правда, спектакль назывался уже не «Жизнь за царя», а просто «Иван Сусанин». Есть свидетельства, что сам Сталин внес изменения в либретто опера, и Костромской крестьянин теперь погибал не за царя, а за Русь. Историк Самарянов в своей работе пишет, что если бы поляки, стесненные в московском Кремле, не сдались в октябре 1612 года, то бог весть, чем бы кончилась судьба Михаила Романова. Этого же мнения придерживается и другой историк Сергей Михайлович Соловьев. Он говорит, что в 1613 году поляки приходили в Костромской уезд с той же целью – убить нежеланного ими царя, избранного русской землею, на место отвергнутого Владислава. А раз это так, то значит, подвиг Сусанин все-таки совершил. И в этом сомнений нет. Но остается вопрос – где поляки могли захватить народного героя? Двигаясь вот по этой дороге, поляки могли оказаться у деревни под названием Деревеньки. Сейчас на месте Деревенек стоит часовня. Видимо, именно отсюда, спасая жизнь царя Михаила Федоровича, Сусанин и повел польский отряд в болото. Мы решили пройти тем же путем. Естественно, без охотничьих лыж сделать это невозможно. Но сначала нужно было найти саму деревню. Единственным ориентиром в наших поисках стала часовня, поставленная здесь в 1913 году по преданию именно на месте дома Сусанина. Но и это оказалось очередным мифом. Наши раскопки показали, что на этом месте деревни Деревеньки не было. Она располагалась в 300 метрах к западу отсюда. Точное место этой деревни было обнаружено лишь два года назад. Главный археолог Костромской области Сергей Алексеев рассказал нам, что за сотни лет это первые археологические раскопки в этом районе. Вот на этой поляне ученые-археологи нашли вещи, которые позволяют сделать вывод, что тут стояли дома зажиточных крестьян. И если учесть, что Сусанин был старостой, то его дом вполне мог находиться здесь. Здесь же стоял и двор дочери Сусанина Антониды и ее мужа Богдана Сабинина. До наших дней сохранилась единственная фотография места, где раньше стоял их дом. По легенде, именно здесь поляки схватили Сусанина. Князь Козловский в своей истории Костромы говорит, в одной древней рукописи, находящейся у издателя отечественных записок, сказано, что Сусанин, узнав о приближающемся польском отряде, увез Михаила Федоровича в свою деревню-деревнище. И там скрыл его в яме сгоревшего Авина, закидав его бревнами. А когда поляки добрались до этого места, Сусанин, чтобы спасти царя, сам вызвался проводить поляков к государю и обрек их на верную гибель. Археологи рассказали нам интересный факт. Во время раскопок в Домнино они обнаружили хозяйственную постройку, а под ней оказалась яма. Известно, что обычай делать тайники был довольно распространен в России в 16-17 веках. Поэтому предание о том, что зять Сусанина прятал Михаила Романова в яме сгоревшего Авина, вполне правдоподобно. Может и так, но, скорее всего, это еще одна легенда. По всей видимости, Иван Сусанин послал из деревенек своего зятя Богдана Сабинина по дороге на Домнино, через лес. А сам же повел поляков через перевоз руслом ручья на Юсупово. Теперь отсюда, от того места, где раньше были деревеньки, мы отправимся вдоль речки Корбы в сторону Юсупова. От деревенек до Домнино всего 2 километра, а до Юсупова около 10. К тому же Сусанин повел поляков окружным путем. По заснеженному лесу вооруженному отряду для этого понадобилось бы не менее 4 часов. Так что у зятя Сусанина было достаточно времени, чтобы предупредить Романова об опасности. В Юсуповские болота их еще называют чистыми. Решится отправиться не каждый. Даже в сильный мороз в этом гиблом месте остаются незамерздающие окна трясин. Но там ли погиб Сусанин? В нашем сознании до сих пор живет миф, что народный герой завел поляков болото. Там, по легенде, убив сначала Сусанина, они изгинули. Но находки костромских археологов на Юсуповском некрополе позволяет выдвинуть другое предположение. Здесь ученые обнаружили 40 нательных православных крестов, один из которых, по их мнению, мог принадлежать Ивану Сусанину. Местные археологи считают, что отряду либо удалось выбраться из болота, либо поляки вообще до него не дошли, а раскрыв тайные планы героя, убили его у деревни Исупова. Да, мы пришли на место наших раскопок. Самое интересное то, что среди погребений 17 века было обнаружено четыре захоронения со следами насильственной смерти. Эта находка подтверждает легенду, уходящую корнями в 19 век. Суть ее заключается в том, что царя спрятал сам Сусанин. А поляки пытали местных жителей, чтобы узнать, где находится Михаил Федорович Романов. Проведенный антропологический анализ данных погребений показал, что три костяка мужчины 35-40, 40-45-50 лет прижизненно получили травмы боевого характера. Ученые предполагают, что среди убитых вполне мог оказаться и Иван Сусанин. Но где же покоятся останки спасителя царя и отечества? Основываясь на преданиях, некоторые историки считают, что смерть героя от рук польских интервентов могли видеть крестьяне села Исупово, которые потом перенесли прах Сусанина в Домнино и похоронили на кладбище блестоявшей там деревянной церкви. В XIX веке на ее месте поставили новый каменный храм, а около него крест. И с тех пор считалось, что именно здесь находится могила Сусанина. Но, как мы выяснили, это тоже миф. Церковь деревянная периода Ивана Сусанина Михаила Романова была, скорее всего, домовой церковью. Здесь жителей деревни Домнино не хоронили. Следовательно, захоронение Сусанина, если оно вообще существует, должно быть в другом месте. Но где? Нам не давали покоя поистине сенсационные находки археологов на Исуповском некрополе. Может, там и нужно искать останки Сусанина? Мы решили вернуться. На машине это было сделать гораздо проще и быстрее, чем на лыжах. Может, там развеется последний миф, связанный с именем народного героя. Сергей, в результате ваших исследований все-таки, как результат, где же могила Сусанина? Мне представляется, что она должна находиться здесь. Об этом говорят письменные источники, которые указывают, что Иван Сусанина был убит именно здесь, в Исупово. И в тех неблагоприятных условиях в мартовские дни было трудно куда-то его везти. И, скорее всего, он был захоронен здесь. Кроме того, вот несколько захоронений, в том числе, я обозначал одно, это вот пожилой мужчина, очень хорошо попадает под антропологические характеристики Ивана Сусанина. Может быть, это и есть Иван Сусанин. Дальнейшее исследование покажет. Костромские ученые пока не делают никаких выводов о принадлежности этих останков Ивану Сусанину. Чтобы провести их доскональный антропологический анализ, они ждут коллег из Москвы. И, может быть, тогда легенда о однородном герое станет былью. В память о подвиге Ивана Сусанина в 1967 году в Костроме был вновь открыт памятник. Правда, на тот, что стоял здесь в 19 веке, он совсем не похож. Нет здесь сейчас фигуры Михаила Федоровича и ничто больше не напоминает о том, что жизнь Иван Сусанин положил за государя российского. Это несправедливо, ведь в Костромских краях царям всегда относились с почтением и любовью. И, может, есть в том некая историческая закономерность, что два с половиной века спустя другой Костромской крестьянин, Осип Иванович Комиссаров из села Сусанина, спас жизнь еще одного Романова, императора Александра Второго. И, наверное, не важно, как в тяжелый и суровый год смуты спас Сусанин первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Главное, что тот остался жив, успел добраться до Ипатьевского монастыря и взошел на российский престол. Вся последующая история оказалась бесконечным подъемом в гору, укреплением могущества дома Романовых и российского государства. Тогда, в марте 1613 года, началась 300-летняя история династии Романовых. на этом холме, с которого открывается панорама на Исуповское болото, в 1988 году потомки установили памятный знак в виде 50-тонного базальтового луна. На нем высечена лаконичная надпись Иван Сусанин 1613 год.